Тот сценарий, по которому происходят события в Южной Осетии, к сожалению, остался единственно возможным, так как нам не оставили других шансов для мирного решения этого конфликта. Впрочем, война для десятков тысяч жителей Южной Осетии пришла не из России, а из Грузии. Объявив о прекращении огня на три часа, грузинские власти пообещали мирным жителям, лишившимся крова, гуманитарный коридор. В регионе находится мэр города Тбилиси, которому дано указание от президента обеспечить все условия тем людям, беженцам или времяоперенеченным лицам, которые будут выходить из зоны конфликта. В такие обещания многим сложно верить. Эти люди пришли в городской парк, чтобы не быть один на один со своей тревогой и болью. Многие из них родом из Южной Осетии. Марина Бипиева, осетинка, замужем с грузином. В данный момент у меня там сестра со своим четырехмесячным внуком, с дочкой и мой собственный сын, 15-летний мальчик, которого я отпустила погостить. В который я никакого контакта с ними не имею, никак не могу их оттуда вывезти. И вообще я даже не знаю. У меня смешанная семья, сама с тинька, у меня муж грузин. Пусть мне кто-то умнее меня скажет, в кого мне стрелять, в отца и в моих детей. На улицах Тбилиси сегодня не было заметно привычного оживления. Многие у телевизоров и телефонов. В ожидании еще одной бессонной ночи, в тревоге за своих близких. На чьей бы стороне в этом противостоянии они не были. Максим Бобров, Илья Марин, Тимофей Генералов, Первый канал, Грузия. Ну и в продолжении еще одно сообщение из Тбилиси. МИД Грузии утверждает, что сегодня, во второй половине дня, российские самолеты три раза бомбили грузинский военный аэродром Марниули. Там уничтожено несколько самолетов Минобороны Грузии. Я отмечу, это утверждают Тбилиси. Война в Южной Осетии началась в день открытия Олимпиады в Пекине, хотя еще несколько дней назад Минобороны Грузии пообещали соблюдать Олимпийское перемирие. Но слова не сдержали. Об этом сегодня говорил председатель правительства Владимир Путин, который возглавляет делегацию России в столице Китая в ходе встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Нам очень жаль, что на открытии Олимпиады, а спокойненько было так, что во время Олимпийских игр оружие замолтало, а здесь наоборот. В день открытия Олимпиады, накануне открытия, грузинское руководство предприняло очень агрессивные действия в отношении Южной Осетии. Фактически начало боевые действия с применением тяжелой техники, артиллерии. Танки подключили недавно. Есть жертвы, убитые, ранены, в том числе есть пострадавшие среди российских миротворцев. Это очень печально, очень настораживает. Это, конечно, будет вызывать ответные действия. Нам бы очень хотелось, чтобы и в рамках Содружицы независимого государства такие действия нашли соответствующую оценку. И мы все должны предпринять усилия для того, чтобы остановить срок правительства. Я уже имел возможность поговорить и с китайскими нашими партнерами, и с президентом Соединенных Штатов. И все практически в один голос говорят, что война никому не нужна. Надеюсь, что этот призыв будет услышан не грузинским окружающим. И подробнее о встрече Владимира Путина с президентом СССР Джорджем Бушем. В ходе беседы премьер-министр отметил, что по сути в Южной Осетии началась война. Буш ответил на это, что войны никто не хочет, и что рассмотрением вопроса должен заняться Совет Безопасности ООН. В Южной Осетии назревает гуманитарная катастрофа. Из региона поступают сообщения об этнических чистках, заявил сегодня журналистом глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, обещание официального Тбилиси продолжать начатое в отношении юго-осетинского народа ставит под сомнение состоятельность Грузии как члена мирового сообщества. Лавров обратил внимание, что президент Грузии Михаил Саакашвили выступает с телеэкранов не только на фоне грузинского флага, но и на фоне флага Европейского Союза. Глава российского МИДа также прокомментировал недавнее заявление Грузии о том, что Россия должна играть в Южной Осетии роль миротворца. Наверное, теперь всем понятно, почему грузинская сторона так упорно, месяцы, многие месяцы отказывалась от нашего настоятельного предложения подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы для урегулирования юго-осетинского конфликта. Как, впрочем, она отказывалась и продолжает отказываться подписать аналогичный документ в отношении абхазского конфликта. Совсем недавно, до того, как боевые действия были развязаны в Южной Осетии, президент Саакашвили сказал, что требовать от него подписать подобные документы – это нонсенс, потому что Грузия не применяет силу против своего народа. Теперь получается, что применяет. Мы слышали, что министр грузинского правительства, господин Яковашвили, недавно сказал, что Россия должна вмешаться, как настоящий миротворец. Заверяю вас, что именно этим мы сейчас и занимаемся. Президент Дмитрий Медведев поручил правительству обеспечить оказание гуманитарной помощи людям, которые пострадали в зоне грузино-осетинского конфликта. Для этого будут выделены необходимые финансовые и технические средства. Тем временем жители Южной Осетии, которым посчастливилось выбраться из-под обстрела Схенвали, прибывают в Ладикавказ. По их словам, города, в котором они жили, больше нет. Беженцы нуждаются в серьезной психологической помощи. У многих в зоне боевых действий остались родственники, о которых они ничего не знают. В северо-осетинских больницах сейчас подготовлены места для пострадавших, а на границе развернут полевой госпиталь. Ладикавказская станция переливания крови уже начала работу в круглосуточном режиме. Люди встают в очередь, чтобы сдать свою кровь. Из столицы Северной Осетии наш корреспондент Павел Получик. Они нужны там сейчас не меньше, чем военная техника. Колонны пустых автобусов входят вглубь Рокского туннеля, отделяющего Северную Осетию от Южной, чтобы через некоторое время вернуться с людьми, бежавшими от войны и грузинских танков. Целая день стрельба шла. Ночью, целую ночь просидели в подвалах, в погребах. Все селение зажгли. Грузины ночью зашли в селение. И мы даже в дом не зашли. Вышли из этих погребов прямо через лес, через поле, и на Зарскую дорогу, и пешком до сюда дошли. Много мертвых. Селение почти все сгорело. И хотя здесь собрались беженцы из разных южно-ассетинских сел, в основном женщины, старики и дети, и у каждого из них своя история, все они рано или поздно начинают напоминать одна другую. Атака грузинской армии, бессонная ночь и долгая дорога границы с Россией, подальше от взрывов и горящих домов. Мы тоже дома оставили. Уже целые пять дней уже так стреляют, вот, крупнокалиберного оружия. И не можем уже больше так жить. Город тоже очень разрушили, села тоже разрушили, деревни тоже. Вот танки они привели, и танками они бьют и уничтожают наших людей. И таких историй сотни. Самый страшный из них о семьях, разделенных войной. Не знаю, что там с моим мужем, не знаю, что там с моей роднёй, но я вынуждена здесь собирать беженцев и отправлять их куда безопаснее. У Инги Бестаевой в охваченном огнём Цхинвале остались родители. 76-летний отец недавно перенёс тяжёлую операцию. Недавно совсем я разговаривала с отцом, созвонилась, еле дозвонилась. И говорит, очень тяжело, прям возле нас практически находятся уже они, грузины, то есть ворвались со стороны грузинского села, мы живём на краю города. И он говорит, очень тяжело, плохо он практически, можно сказать, плакал. Молчаливая женщина с ребёнком рядом с Ингой, её сестра Нина. Она до последнего не хотела уезжать из-за одного Цхинвале, всё решила шальная пуля, попавшая в окно. Нина успела выехать из города ещё до начала штурма. Я вот созвонилась вот полчаса буквально назад с отцом. Ну, отец тяжело пополз, достал телефон, как он мне говорит, и говорит мне, «Слышно? Ну, я слышу звуки, там самолёты над нами летают, говорит, нас бомбят, разбомбили полностью больницу практически, и там невозможно». В отличие от Нины Бестаевой, эти люди ждали до последнего. Старики, старухи, посмотрите, и как можно воевать вот с этими людьми, посмотрите, как можно с ними воевать, о какой военной доктрине говорит сегодня Грузия. Это самая настоящая война, это очередное проявление геноцида, это то, что можно назвать убийством в мирное время. Если рука поднимается на ребёнка, на беременную женщину, это не вояки. Вывести этих людей из-под удара в грузинской армии – самое меньшее, что мы сейчас можем сделать, говорят в правительстве Северной Осетии. В её столице все больницы готовы к приёму раненых. Первых из них уже оперируют на границе с республикой. Бомбили. Оскольки попали. Вот этот очень тяжёлый сейчас. Он вообще больной человек, и кроме того, он попал под завал, вот на него обвалилось всё. Дом обвалился. На состоящемся сегодня в Владикавказе митинги в поддержке Южной Осетии стало известно, что уже больше двух тысяч добровольцев, снабжённых всем необходимым, готовятся отправиться на помощь к соседям. В день начала Олимпийских игр, ну, большего крошуства и большего фашизма, наверное, нельзя было придумать, чем это сделали грузинские руководители в лице Саакашвили. Человек, которого должны поставить на мировой суд, и его мировой суд должен осудить. Если сегодня принимают меры Гакса и суд к Каральевичу и другим руководителям, то в первую очередь ему надо, значит, дать оценку, его осудить вот за те преступления, которые он сегодня совершил перед осетинским народом и перед мировой общественностью. Больше всего граждан Северной Осетии, у большинства из них есть родственники в Южной, пугало отсутствие информации и появившиеся слухи. Например, о том, что части грузинской армии взяли в плен жителей нескольких осетинских сёл. И только после появления информации о том, что в город Схенвале вошли части 58-й армии, наконец появилась надежда, что они когда-нибудь увидят своих близких. Павел Получик, Вадим Вяземский, Антон Королёв, Первый канал, Владикавказ. На помощь Южной Осетии готовы отправиться добровольцы из других регионов Российской Федерации. Массовый митинг прошел сегодня в дагестанском городе Касавюрте. В отряд, который готов немедленно отправиться в зону боевых действий, уже записались сотни человек. Все они обстрелянные бойцы, которые в 99-м году сражались с торгшейся в Дагестан бандой Шамиля Басаева. Президент Абхазии Сергей Багабш сегодня заявил, что действия грузинских властей в очередной раз доказывают, что Тбилиси не намерен вести мирный диалог и делать ставку на силовое решение проблем. Власти республики приняли экстренные меры по повышению боеготовности своих вооруженных сил. Совет безопасности Абхазии обсудил меры по оказанию помощи Южной Осетии. Обстановка крайне опасная, которая чревато серьезными последствиями, они уже начались. И то, что происходит сегодня в Южной Осетии, это то, о чем мы предупреждали, и мировое сообщество, и наших друзей, что это может быть. И Саакашвили сделал это, он показал свое лицо, лицо агрессора, человек, которого должен судить международный трибунал. Он должен сесть там же вместе с государственными преступниками за то, что он уже натворил в Южной Осетии. Мы сегодня подняли наши вооруженные силы частично и выдвигаемся в сторону грузинской границы. Потому что сегодня Южная Осетия, завтра Абхазия, и так продолжаться не может. С начала войны в Южной Осетии в зоне боевых действий работают российские журналисты. Грузинская сторона в нарушении международных норм не раз открывала огонь по представителям СМИ. Группа наших коллег, в том числе и корреспондент Первого канала Ольга Кири, попала под массированные артиллерийские обстрелы и несколько часов укрывалась в бункере на территории российского миротворческого батальона. О том, в каких условиях приходится сегодня работать с журналистом, рассказал представитель Ассоциации военной прессы Московского союза журналистов. Несколько групп наших журналистов оказались под массированным огнем. Это и из артиллерийских орудий, и из минометов. Одна из этих групп журналистов, ребята в количестве 10 человек, кстати, там были и представители иностранного средства массовой информации, конкретно Рейтера, были приглашены на брифинг к штабу миротворческих сил, и в этот момент конкретно начался массированный удар. Я обращаюсь к грузинской стороне, я обращаюсь к международному сообществу журналистов от Ассоциации военной прессы. Надо срочно прекратить это убийство мирного населения и журналистов в том числе.